Закрытие зимника, северный завоз, выплаты на детей от 3 до 7 лет. Эти и другие вопросы обсудили в ходе очередного расширенного совещания при главе региона. Тему продолжит Наталья Дуркина. Пока зимник на Ринмар-Тельвицка еще открыт для проезда, временная дорога, которая связывает столицу Ненецкого округа с Республикой Коми на замке, теперь уже окончательно. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта. Как пояснил Павел Мосяков, ранее на дорогу выезжала комиссия с проверкой, в ходе которой и было принято решение о закрытии зимника. Действительно, были скрылись ручьи, то есть, во-первых, и небезопасно было движение по зимнику, и в том числе, так сказать, ущерб тундре могли нанести. Поэтому зимник был закрыт с 10-го числа, первоначально его планировали закрыть с 12-го, но вся та техника, которая была на ДРП, так сказать, ее сопроводили, то есть, она вся благополучно доехала до Наримара. Зимник уже не откроют. В ходе совещания губернатор региона Юрий Бездудный поделился итогами поездки на восток округа. Он посетил Амдерму и Варнак, где провел встречу с населением. В каждом из этих населенных пунктов проводили встречи с жителями. И в Амдерме, и в Варнаке люди жаловались на скорость интернета, а в Амдерме еще и на качество мобильной связи. Связь в обоих населенных пунктах идет по спутнику. Из-за погодных условий качество сигнала часто ухудшается. В Департаменте цифрового развития связи и массовых коммуникаций наметили планы по устранению проблемы. В долгосрочной перспективе планируется вывод от проекта мегафона Arctic Connect оптики до Амдермы. Но тогда это у нас будет полный широкополосный оптический интернет со всеми вытекающими последствиями. То есть это и качество связи, и мобильные в том числе. Но тем не менее, думаю, что в сроках 4-5 лет мы просто закроем. Что касается, возвращаясь к спутниковому каналу, то есть у нас это получается перенос оборудования, модернизация спутникового оборудования и настройка оборудования МТС. Это то, что мы сейчас запланировали в ближайшее время делать. В свою очередь Юрий Бездудный поручил закрепить нескольких специалистов НКС, которые по запросам глав могли бы обследовать технику и устранять препятствия для нормальной работы интернета. В ходе рабочей поездки в Амдерму Юрий Бездудный также посетил физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы с коллегами были на ФОКе, новом ФОКе, заметьте, новом ФОКе, и были удивлены тем качеством покрытия, которое в спортзале. Мало того, что оно вздулось, там какой-то немыслимый линолеум. В адрес подрядчика был направлен письменный запрос. В скором времени представитель организации посетит Амдерму. За ходом выполнения своих обязательств будет следить за полярный район. А теперь, что касается Северного завоза. В аукционе принимали участие две компании – Ниницкая нефтяная компания и «Вертикаль». Победителем признан участник из Москвы. Так как компания впервые будет поставлять в округ энергоресурсы, было принято решение проконтролировать их работу. У нас выиграла незнакомая нам коммерческая фирма из города Москвы – «ЗАО «Вертикаль». Закон есть закон, с ними будем заключать. Произошла экономия торгов на 40 миллионов, поэтому заключать контракт необходимо будет с ними. Но поскольку люди эти не знакомы нам, мы направили письма, соответствующие в прокуратуру, ФСБ и ОВД, с просьбой проконтролировать соблюдение закона при поставке этих продуктов в Ниницкий округ в следующем году. Согласно контракту, обществу «Вертикаль» необходимо поставить в регион 11,4 тысячи тонн нефтепродуктов, более 22 тысяч тонн каменного угля, 8 тысяч кубометров дров и почти 313 тонн топливных брикетов. Топливные брикеты должны быть изготовлены из химически необработанной древесины твёрдых и мягких пород деревьев. Также в ходе оперативного совещания поднимали вопрос о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Как сообщила Елена Левина, с 1 апреля можно подать заявление о перерасчёте размера этой выплаты. В основном граждане обращаются через портал госуслуг. На сегодняшний день принято более 500 заявлений. Открыто горячая линия на базе нашего центра ОСЗН открыто отвечает на вопросы. Также можно позвонить в департамент, и будет заявитель связан со специалистом, и будут даны максимально корректные ответы в рамках этого законодательства. Вопросов у нас у самих много, но, по крайней мере, в тесном взаимодействии с профильным министерством отрабатываем, то есть замминистра Баталина Бюрина, то есть она помогает в этом. Все вопросы, связанные с назначением ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, можно задать специалистам отделения социальной защиты населения по телефону, которые вы видите на своих экранах. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».